С приветом, Набутов! И в пятницу у нас Николай Карлович звонит за... А в субботу мы не вернемся. А в субботу будем отдыхать бессовестно, да. Как раз обещают дожди. А сегодня, друзья, в 9 часов традиционный независимый политолог Дмитрий Борисович Орешкин. Самые интересные новости, исторические события, в общем, будет, как всегда, интересно. Да, я скажу так, да, это по поводу информации как раз у Игоря Наумова о том, что более половины наших соотечественников допускают для себя перестать платить налоги любыми способами в это непростое время. И, в общем, их можно понять с учетом, мягко скажем, слабенькой государственной поддержки. Ситуация кислая почти у всех. И мне вот интересно, как в такое время всегда начинается такое соревнование, кто кого больше натянет между государством и обществом у нас, вы понимаете. Конечно, в цифровую эпоху и с приходом Мишустина шансы пободаться с государством за остатки каких-то денег, они сокращаются. Да, и вот, значит, что любопытного. Более того, нас еще, естественно, с вами будут подгружать. Вот, Андрей, смотрите, какая любопытная история. Но нас, я имею в виду, работодатели, прежде всего, малый и средний бизнес, который и так-то, в общем, почти помер. Даже вон Ростелеком, я сейчас считаю, у них новый отчет, что активность малого и среднего бизнеса, который пользуется многими, ну, трафиком через Ростелеком и разными сервисами, она сильно сократилась за последнее время, что понятно. Так вот, смотрите, какая история. Все, вчера ее анонсировал. Значит, на удаленной работе сотруднику надо возмещать дополнительные расходы. Например, на электроэнергию, интернет, телефонные связи, компьютерные программы. Это текст проекта поправок в трудовой кодекс о временной удаленной работе появится. Может быть, появится такой подпункт или целый раздел. Работодатель это будет? Да, да, это будет работодатель в данном случае, да. Значит, известие об этом пишут. Вот документ разработала Федерация как бы независимых профсоюзов России. На мой взгляд. Как бы. Такая странная организация, да. Значит, вот-вот ее собираются рассмотреть в специальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Средним затраты могут составить около 3000 рублей на одного сотрудника. Значит, в документе прописаны и другие моменты. Например, что в ДОП-соглашении необходимо определить, какое время считается рабочим и когда нужно быть на связи, если вы работаете удаленно. Да, да, понятно. Так. Важный моментик. Хопа, случайно на горшочек отошел, там, понимаешь, чайку заварить. Звоночек пропустил. Звоночек пропустил. Штраф. Штраф. Тут сейчас начнется у нас с вами канитель, ребята. Многие уже с этим столкнулись, кстати говоря, на удаленной работе, что то действительно, то работника нет на месте, он куда-то вышел побегать, там, в магазин за пивом отошел. Витя, всегда можно сказать, что у меня интернет пропал. Да, я согласен. Понимаешь. Сейчас я выйду и переподключусь, конечно. Вот. Но есть и обратная сторона медаль, что работодатели безостановочно названивают и пишут сотрудникам в, так сказать, в нерабочее время, там, по ночам или поздно вечером и так далее. Разрывается телефон. Так. Значит, что еще? Так. Оговорить, когда и как сотрудник будет отчитываться о проделанной работе, по каким каналам коммуницировать с работодателем. Также в законопроекте есть указание, что зарплату удаленного сотрудника нельзя снизить, если он справился со всеми своими заданиями. Кроме того, документ предлагает выделить категории людей, имеющих преимущественное право на удаленку. Это как это? Привет, работодатели. Это сотрудники с детьми младше 14 лет. Ах, вот оно что. Инвалиды, пенсионеры по возрасту, студенты, очники и люди, ухаживающие за инвалидами и длительно болеющими родственниками. То, что мертво умереть не может, про бизнес пишут наши слушатели. Да, более того, вот смотрите, эксперты уже оценили законопроект и говорят, что разовые затраты при таком подходе могут вообще доходить до 100 тысяч рублей для некоторых работодателей на одного сотрудника. Потому что может потребоваться покупка компьютера, если вы переводите человека на удаленку. Правильно? Ну, в среднем они считают 50 тысяч рублей. Может быть, ну, это по максимуму. Понятно, что можешь купить компьютер дешевле домашний, там, раза в четыре. Но, тем не менее. А можно попросить скинуться других сотрудников? Можно. Как господин Беглов. Потому что работа в офисе, судя по всему, станет премиальной работой только для руководства. Потому что, ну, ты понимаешь, да, что происходит, какие тенденции на рынке. Косты большие, люди сейчас начнут сокращать офисы. Руководство будет сидеть, приезжать, это будет как бы премиальный сегмент. А исполнители, они будут получать задание по удаленке, будут сидеть и фигачить дома. В чем, в общем, есть определенная сэрмяга, на мой взгляд. Но, тем не менее, вот уже многие говорят, что это неизбежно для большинства бизнеса. Послушай, уже Цукерберг объявил о том, что после окончания пандемии 40% сотрудников Фейсбука останутся работать на удаленке. Это отдельный разговор вообще, как работать на удаленке. Я вот, например, у меня это плохо получается. Многим нужно какое-то организационное начало. Можно же и спортом заниматься дома. Сейчас вот многие, я думаю, что научились. Сказали, два жирненьких жирдяя в студии. Да, 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 дома. Но почему-то люди ходят в тренажерный зал. Ну, просто аж прийти там себя показать на девчонок, посмотреть. И в целом, как-то какое-то движение. Процесс похода в тренажерный зал – это целый ритуал. Для многих он ежедневный. Вот. А такой элемент социализации. Тем не менее, значит, вот смотрите. Покупка компьютера устройства с функцией принтера и сканера. Каманадат 8 тысяч рублей. Гарнитуры 3 тысячи рублей. Специализированных программ. Антивирус Sky для бизнеса специализированный. Средства контроля интернет-трафика и прочее, прочее. Вот такие вот. Доброе утро, друзья. Ну, я не знаю, к этому относиться. В этом есть определенная логика, наверное. Тем не менее. Работодателям привет. Значит, давайте теперь, коротко, в следующем части Орешкин. Поехали по-важному. 731 наш телефон в студии. Плюс 7903-7976-333 номер для СМС. Он же WhatsApp, он же Viber, он же Валентина Паният. Он же и так далее. Манька облигация. Манька облигация. Вчера же были последние звонки. Йок-макарек, ребята. Да, слушай, я разрываюсь прямо между двумя намостями. С одной стороны, Мишустин призвал россиян отказаться от отпуска за границей. Да, заставь его старика в покое. Да, с другой стороны, действительно, онлайн прошли последние звонки. Всероссийский последний звонок вчера был. И вот я тут наслаждаюсь, что наши государства... А онлайн-звонки, а что в этом такого? Прошли всероссийский онлайн-звонки. Значит, к 25 мая Министерство просвещения подготовило большое количество акций, флешмобов, всяких эфиров в интернете, которые должны были, по мнению Министерства, значит, частично заменить привычный формат прощания со школой. Значит, вот несколько... А тут атмосферу бесшабашной пьянки. Ну... Мы будем называть вещи своими именами. Ну, перестань, ну ладно, ну, ладно, но последние звонки все-таки не такая бесшабашная пьянка. А, нехорошо, да, это выпускной. Это выпускной, согласен. Впереди сейчас еще, да, экзамены. Я забыл, что это разумеет. Да, смотри, значит, что вот... Это просто несколько, ненавистное мною слово, активностей, которые Минпросвещение предлагало и выпускникам, и учителям. Несколько, некоторые activities in online calling. Да, обрати внимание, как у нас, да, правительство переходит в онлайн. Значит, сначала на День Победы предлагали проводить вот эти акции, всей страной выйти на балконы, петь песни ровно там в полдень. Здесь нам предлагали онлайн-видеомарафон с включениями политиков, медийных личностей, учителей и школьников. Некоторые регионы, как отмечается, проводили свои трансляции, отдельные школы устраивали собственные зум-эфиры. Понимаешь, да? Так, ну, окей. Виртуальный последний звонок на сайте Минпросвещения, а также в соцсети ВКонтакте. Внимание. Праздничные маски в соцсетях. Это Snapchat, видимо, подключали. Потом, значит, в ТикТоке проходил флешмоб с хэштегом «К празднику готов». Ну и мое любимое флешмоб от канала «Россия-1». Выпускники могли выйти на балкон и позвонить в определенное время в колокольчик. Ну. А хорошо, вот смотрите, ребята, извините, сейчас мы перейдем к вашим звонкам. Еще раз напоминаю, 731, как ваше чадо вчера зажигали. А что тебе не нравится, вот, Гордеева? Чего ты все недовольная такая? Я просто не понимаю, почему было не перевести? Вышел, повесил на шее колокольчик и звонишь. И звонишь, да. Ну и что в этом такого? А что, вот предложи свое что-нибудь. Нет, послушай. Вот эти либералы мне нравятся. Они лишь бы критиковать только. А слушай, я только что тебе сказала. Давайте перенесем, чтобы дети нормально отметили последний звонок. Хорошо, решили не переносить. Давай предложить. Если почитать сообщение от школьников, то это было самое популярное предложение из разряда. Ребята, мы хотели бы провести этот день в школе со своими учителями, поэтому давайте перенесем. Понимаешь? Но нет. Колокольчик. Знаешь, сейчас начнем мы последние звонки переносить, потом ЕГЭ все-таки перенесем. Потом еще, ты хочешь сказать, голосование по поправкам в Конституцию, что ли, перенесем? Я бы отменила. Да, вот вам только дай власть в руки. Вы же всю страну погубите. Так, родители, слушатели, родители, у кого вчера дети отмечали последний звонок онлайн, как все это дело проходило? Кто выходил на балкон? Может, в классе или в школе действительно так придумали оригинально, вот кроме предложений от Министерства просвещения. Доброе утро. 730-101, телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Прошу вас, представьтесь. Да, вы знаете, вот у меня как бы ребенок тоже в школе учится, но еще не выпускница, скажем так. У меня старший уже выпустился. Я вспоминаю, как был выпускной у старшего. И вот сейчас я смотрю на детей. Я думаю, что сейчас больше дети, конечно, относятся к этому как по приколу, к такому, знаете, вот что-то вот самое. Но, конечно, видно разочарование в том, что девушкам нельзя показать себе красивое платье. Ребятам втихаря выпить там бутылочку пивка с тайком от родителям. Родителям, в конце концов, собраться, пройтись вот этим, вот знаете, по набережной торжественным маршам и втихаря там выпить по стаканчику. Ну, вы знаете, грустно. Да ладно, что там по стаканчику? Просто конкретно, плотно выпить, потому что заканчивается большой период воспитания ребенка, конечно. Конечно, конечно, да. И вы знаете, вот, ну, как бы, ну, конечно, мое оценочное осуждение. Вот это вся удаленка, вот это все дистанционное. Это до такой степени вот путь к никуда. Объясню свою, как бы, позицию. Потому что, во-первых, отсутствует коммуникация между людьми, отсутствует личное сообщение. Вот это можно дойти вообще до маразма, до абсурда. Зачем тогда учителя нужны как таковые? Можно создать виртуального учителя. Да, так и будет, так и будет. Так и будет. Да, и очень многие профессии, как бы, не отпадают. И человек замыкается у себя, как в вот этом пространстве маленьком, сидит возле компьютера, абсолютно не развивается, он не следит за собой. Ну, зачем же мы идем за собой, если можно полностью все заменить матрицей? Вы знаете, я вот... Понятно ваша точка зрения, спасибо огромное. Вы, да, подожди, не, отключай. Не, я. Вы знаете, я, хотя я очень люблю технологии и все равно понимаю, что сопротивляться изменениям в мире бессмысленно, в свое время также сопротивлялись там появлению автомобиля, телеграфа, поточного производства в Англии вместо мануфактурного заводского, я имею в виду. Ну, наверное, мы, ну, как бы, есть процессы объективные, они... Мне, мне вот просто, ну, где-то, ну, при этом я становлюсь как стареющий человек, все равно становлюсь ретроградом. И глобально меня тоже эти изменения сильно пугают, и я сам ратую за то, чтобы осталось непосредственно человеческое общение, что многие вещи... Ну, как, извините меня, прийти в онлайн-бар в Зуме, например, или где-то там... Многие приходили и не раз за последние два месяца. То есть ты сидишь, киряешь дома, дома, ну, просто в компании или... Витя, понимаешь, на самом деле ничего страшного, на мой взгляд, в этом нету. Но просто дело в том, что наши люди, работающие в Минпросвещение, в Минобре, где угодно, они не понимают молодых, они не понимают языка, они не понимают ни стиля общения, ничего. Поэтому, ну, только в больную голову может прийти одиннадцатикласснику, здоровому лбу, у которого совершенно другие интересы, предложение выйти на балкон, позвонить... Ну, хорошо, это может быть, ну, хорошо, это, ну, это, ладно. Не в этом дело тоже доверия никакого нет. Не звоните, мы бегаем, снимайте видос. Я понятия не имею, что можно сделать. До пятьдесят отжиманий. Все равно, ну, как бы, ну, условия понятны. Все должны находиться, как бы, в изоляции. Все равно полноценного последнего звонка не будет. Я соглашусь, что, наверное, оптимальным был бы перенос. Но сейчас, видимо, старается ничего особо не переносить. Ну, чтобы уже совсем не будоражить. Иначе мы так дойдем до переноса голосования по поправкам в Конституцию. А это вот допустить никак нельзя, как вы понимаете. Под это будет все подтачивать, в том числе и цифры статистики, я уверен. Сын выпускник этого года, сообщение в WhatsApp нифига не отмечали вчера в Казани 30 мая. Будет, надеемся, что при этом выпускные не отменят. Так, доброе утро, здрасте. Доброе... Нет. Так, значит, истина посередине. Я пришел к мнению, хотя еще пять лет назад считал, что школу не нужны, а нет. Вот такое какое-то сообщение странное. Так, был последний звонок у сына. Я думаю, что речь идет все-таки о переходе на... Ну, многие переходят сейчас на домашний вид образования, дистанционное образование. Когда ты можешь экстерном там, кто... Ну, по головасте это последние два класса. Вот, например, у меня есть такой пример перед глазами, когда девушка, вот, она в 15 лет поступила в высшую школу экономики. Очень головастая, последний... ускоренно закончила последние два класса и училась... Ну, основная часть учебы была у нее удаленно, да. Кроме сдачи игры. Смотри, Алексей из Нижнего пишет. Был последний звонок у сына, 11 класс, в Ютюбе выступила тетя из Минобра. Дети в форме сидели у экранов мониторов по домам. Эффекта праздника не чувствовалось, но очень тронуло вечером онлайн собрание детей, родителей и классного руководителя. Очень душевно пообщались, по удаленке попили чаю, даже всплакнули. Слушай, а давайте посмотрим на это дело с другой стороны. Ну, в конце концов, у всех у нас были последние звонки выпускные. Как у каждого в свою историческую эпоху. У меня там у нас в середине 90-х, у меня в 95-м году был там у Даши, чуть попозже. У кого-то там в трудные 90-е, у кого-то 80-е и так далее. Неважно. Все примерно вокруг этого. Личное общение, там выпили, девчонки красивые пришли, парни пришли, принесли цветы, подарили учителям. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, музыка, ну, все понятно, дело молодое. А ведь у нынешних выпускников этого года уникальный последний звонок. Это правда, да. Такого, ну, дай бог, никогда в обозримом будущем, во всяком случае, не будет. С другой стороны, отнесите, давайте отнесемся к этому, вот как, в конце концов, встретиться с одноклассниками в школе. Ну, еще будет выпускной. Дай бог, чтобы он прошел в нормальном, полноценном. Ну, вот смотри, нам пишут, знаете, я всегда плевала на все эти школьные мероприятия, а вот мой сын, 11-классник, страшно расстроился, я уверена, что дети поделились как раз на два лагеря, кому-то было наплевать, а кто-то вот так же, как мой сын, почти до слез. Вот такие вот комментарии приходят. И, внимание, Рома из Перми нам пишет, у меня сын 11-классник, ему вообще не интересен последний звонок, а тем более онлайн. Но деньги на последний звонок, две с половиной тысячи, сдали. Сдали, молодцы. Кстати, у меня в этом году, извините, что про свою историю, 25 лет выпуска. Как раз в 95-м году я закончил школу. И так получилось, что в тот год документалисты ленинградские, замечательные, снимали документальный фильм, назывался «Дети перестройки». Кто поступил в 85-м году, а закончил в 95-м. И как раз это была история, так получилось. В Питере на примере вот как бы жизненного пути наших двух классов, нашей школе. И у нас был последний звонок, и на выпускном они снимали, значит, как мы там гуляем, что-то по памятным местам Ленинграда ездим. Ля-ля-ля, целое документальное кино. Где-то в интернете оно даже есть. Вот. И самое смешное, что у моей одноклассницы, близкой подруги, к которой мы общаемся тесно, в этом году нашу же школу заканчивал ее сын. Да ты что? Да. И они так готовились, говорят, давай сделаем, ты нам поможешь. Там объяснишь. Я им придумал форму, как мы сделаем похожий фильм. Только уже про детей, про следующее поколение. Тоже наша школа. Там все, все. И ты представляешь себе, такой облом случился. Ну, вот видишь. Я там чуть ли не неделю разрабатывал концепцию, что как надо снимать. Там какие-то денег даже мы насобирали на это дело. Вот такое было право. Нет, я, понимаешь, я ставлю себя на место вот этих детей, 11-классников. Вот я как раз отношусь к тому типу, вот про который слушатель написал. Мне наплевать. Мне никогда, вот нигде ничего не дрогнуло. Ни последний звонок не упускай. Мне лишь бы быстрее просто не видеть этих людей, просто свалить. Понятно. Ну ты социопат, понятно. Да, я социофоб. Пока я еще не социопат, но я уже близка к этому, да. Но тем не менее, действительно, для большого количества детей важно. Слушай, да, ну важно, важно. И ты знаешь, а я еще как самый длинный в классе, естественно, нес во время последнего звонка первоклассницу, маленькую девочку. Как раз, с которой не все должны на балконах в колокольчике звонить. Она, однако, значит, на торжественной линейке, где вся школа выстроилась в окном зале, звонила в колокольчик. И это трогательнейший момент, который я с огромным удовольствием вспоминаю. Так, друзья, если у ваших детей вчера проходили последние звонки онлайн, как это было, расскажите, пожалуйста. Может быть, ваша школа не пошла по пути, например, Минпросвещения, а придумали какой-то свой флешмот. Или дети, например, предложили школу. Что-то интересное. А может быть, у вас был тайный последний звонок? Можно анонимно. Ведь да, мы не будем палить номер школы. Здрасте. Доброе утро. Алло. Здравствуйте, прошу вас. Доброе утро вам. Привет, привет. Курск, Олег. Здесь у нас вообще отказались 25 мая участвовать в этих мероприятиях. И комитет образования и науки Курский направил рекомендательное письмо в школы, где рекомендовал объединить последний звонок и выпускной, и провести его таки в режиме онлайн. Да елки-палки. То есть и выпускные? Или в реале? Да. В некоторых школах пошел разброд и шатание. Уже мне известно, что в некоторых школах успели переругаться и родители, и учителя, потому что все-таки надеялись на что-то другое, пытались что-то сделать, но теперь все идет, в общем-то, как-то не так. Стоп, подождите, объясни мне ситуацию. Я просто выпадаю, потому что у меня еще нет детей подходящего возраста. У нас господин Путин объявил, что 29 числа у нас будет ЕГЭ. Соответственно, выпускной... 24-го только. 29-го. Выпускной будет, ну, после экзаменов. Правильно? Да. И он все равно понятен онлайн? Он уже будет в июле. Но я думаю, что в значительной части регионов... У нас в июне. В июне. И судя по этому рекомендательному письму, наш губернатор, видимо, уже подготовил документы о продлении ограничительных мероприятий. Я не могу это говорить со стопроцентной уверенностью, чтобы не попасть под закон о фейках. Но, судя по письму, возникает такое ощущение. Лично. Спасибо вам большое. Курск онлайн дальше стоит. Да, спасибо. Давайте из разных городов... Пожалуйста, вот тебе из Кемерово пишут. Последний звонок был онлайн, но алкоголь в магазинах в этот день не продавали, и даже напитки с алкогольными названиями были запрещены. Пытались купить безалкогольное пиво, но на кассе покупка была заблокирована. Молодцы, что я могу сказать. Школьников жалко, с другой стороны. Станислав нам пишет, да, у меня в 93-м, но вспоминать особо нечего. Вот все положительные воспоминания с институтом. Девочку с колокольчиком нес тоже. Что еще? Как проходили? Может быть, какие-то интересные фишманы придумали? Вот местные комитеты по образованию или в школе что-то онлайн? Что-то на местах, да. Какие-то интересные задумки. Что вот все примерно про одно и то же. Пожалуй, предложение именно образ колокольчиками на шеях звонить в колокольчики или на балкон пока выглядит самым оригинальным. Слушайте, а кто-нибудь это сделал? Вот мне интересно. Ну, напишите, позвоните. Одну секундочку. Объясни, пожалуйста, когда мы смотрим на кадры из Италии, из Испании, где люди сидят, поют песни. Так я именно с этой целью не интересуюсь. Туда-сюда это нормальные классные единения людей, а наши не могут школьники выйти в колокольчик позвонить. Вот те были лишь бы критиковать. Я спросила, Набутов, Йок-Макарек, как вы выражаетесь. Это моя вторая фамилия. Я именно поэтому и спрашиваю, кто это сделал. Потому что мы все умиляемся действительно, вот как в Италии, по вечерам, соседи все выходили, пели. Ну, а почему нет-то? 730-101. В основном нам пишут про алкоголь, хвост. А в Саратове вчера алкоголь продавали. А прошлые несколько лет нет. Друзья, напоминаю, что у нас также работает видеотрансляция на канале Серебряного Дождя в YouTube. 730-101. Где можете посмотреть наши опухшие рожи? Да, доброе утро. Доброе утро, здрасте. Здравствуйте. Да, вы в эфире. Прошу вас, прошу. Очень рада вас слышать. Ваша давняя фанатка и тайно влюбленная Виктора. Очень тайно. Очень. Шибко заколдованная. Да. Я очень долго работала психологом в школе. И сейчас моя мама директор школы. И, если честно, мы обе с ней очень рады, что в этом году нету последних звонков. Потому что в прошлом году, например, мы до пяти утра развозили в дупель пьяных выпускников. Сдавали их на руки родителям, потому что они были совершенно неадекватные. А вы именно звонок имеете в виду или выпускной? Вот мы все-таки дифференцируем. Но оказывается, что последний звонок это все-таки перед экзаменами. Кое-то спокойное мероприятие, да? Кое-то спокойное мероприятие. А вот выпускной ты тут гулял? И там, и там. И там, и там. Дети всегда найдут повод для того, чтобы расслабиться и повеселиться. И последний звонок был прекрасный. Да, была эта чудесная девочка со звоночком. Было все так миленько. Но вечером они собрались и дело дружно отметили. И поэтому, ну, отметили они на территории школы. Естественно, никто об этом не знал. Но вечером поступил звонок, что у нас, значит, собирается на территорию школы, там, где вот спортивная площадка, собирается, значит, толпа пьяных веселых выпускников. Так, приехали менты? Классика жанра. Нет, нет, мы не вызывали никого. Мы решили сами разобраться и потихонечку развозили их домой, разносили их домой, вызывали родителей. Ну, то есть, чтобы и, как сказать-то, не портить жизнь перед экзаменами детям. Вот. И на самом деле в этот раз все как-то так спокойно и тихо. Но вот знаю, я знаю лично выпускников. Они все равно собрались, несмотря на все запреты. Уехали за город и все равно отмечали это дело. И на самом деле, вот я как психолог вам могу сказать, может быть, даже в этом году деткам повезло, потому что вот это вот ожидание последнего звонка, выпускного, как какого-то такого торжественного, чудесного мероприятия, оно же не всегда оправдывается. А сейчас и ожидать нечего. То есть они вот в реальность окунулись, и с этой реальностью должны как-то и бороться. Тем более, что ЕГЭ отменили по некоторым предметам, а теперь им попроще. Им попроще. По-моему, два предмета, да, сейчас только в ЕГЭ? Да, русский и математика. Спасибо большое. Спасибо. Да. Но, вы знаете, мне кажется, что есть и обратная сторона в это. Еще вот один негативный момент, что все-таки, я думаю, что во многих регионах выпускной состоится в реальне. Уже в июле месяце наверняка многие на это пойдут. Ну, совсем детишек, деток, как сейчас прозвучало, без праздника оставлять, не оставить. Пьяных. Так вот, мне кажется, что, конечно, тогда, может быть, на выпускном-то ребята, которые в онлайне провели последний звонок, могут и оторваться плотно. Просто с удвоенной энергией. Витя. Не знаю, я... Давай не будем лицемерить. Когда было по-другому? Никогда. Ну, вот что это вот за... Мы такими не были, па-па-па. Ну, всегда так было. Это просто память плохая с возрастом. Ой, да прекратите. Легкие моменты деменции. Что надо, вы прекрасно помните, Виктор Кириллович. Да. Плюс 7903-797-6333. Номер нашего смс-портала в WhatsApp и Viber. 730-101. Телефон прямого эфира. Кстати, короткая информация по коронавирусной тематике и нашим ограничениям. В ближайшие два месяца требование об обязательном ношении масок будет сохранять свою силу. Ну, и перчаток, соответственно. Сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. Цитирую. Главное, что необходимо будет помнить, надо будет продолжать соблюдать требования. И, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то матчный режим нам придется соблюдать. Нам придется обязательно соблюдать требования по читате наших рук, по читате помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды. Целый ряд других. Отметила она в ходе брифинга. Попова также подчеркнула, что россиянам придется еще очень долго соблюдать подобные требования, которые диктует пандемия коновирусной инфекции. Гражданам нужно просто вообще-то привыкнуть и научиться жить в совершенно новых условиях. Да, друзья, смиритесь. После приобретения крупнейшего производителя масок медицинских московским правительствам носить мы их будем всегда. Просто смиритесь. Виктор Набутов, Дарья Гордеева. Продолжим через пару минут. Так, дорогие друзья, прежде всего выпускники, а также их родители, рассказывайте, как вчера прошел вот этот уникальный. Ребят, как бы неприятно, все-таки уникальная ситуация. Отнеситесь, постарайтесь отнестись к этому именно так. Уникальный последний звонок вчера был. Кстати говоря, Александр из Москвы отмечает, учебный год уникален. Осенью и зимой, эвакуации через день. Помнишь вот эту вот эпидемию эвакуаций? Весна, удаленка, колокольчик на балконе, выпускникам будет что-то вспомнить. Абсолютно. Ну, год знаменательный во всех смыслах, я думаю, да. Посмотрим, как закончится. Високосный. Как говорят, знаешь, вот ты уверуешь в переселение душ, помнишь, да? Ты к тому, что, ну, какой-то же ужас. Дай бог, переживем, все будет в порядке, ребята. Значит, что еще любопытного? Я буду вам впроброс какие-то любопытные новостишки рассказывать, которые касаются нашей жизни. Из хорошего, пытаясь наковырять что-то хорошее. Значит, все крупные авиакомпании. Аэрофлот, СССР, Уральские авиалинии, ЮТЭР. Ну, то есть, это, в принципе, все авиакомпании, которые смогли пережить. Это сложное время. Резко снизили цены билетов на июнь из Москвы в крупнейшие города страны, пишут ведомости. Значит, многие эксперты связывают с тем, чтобы изобновить полет и лоукостер Победа. В частности, цены билетов в Ростов-на-Дону из Самары, куда... Так-так-так-так, сейчас одну секундочку. Так-так-так-так-так-так. Аэрофлот на 30%, СССР на 5%, ЮТЭР на 10% и так далее. Ну, в общем, какие-то хотя бы положительные моменты. Тут я что-то запутался очень много цифр, но есть снижение такое ощутимое. Так, что еще хорошего? Ну, все это как раз на фоне упомянутой новости о том, что накануне Мишустин попросил жителей России провести отпуск внутри страны, то есть не выезжая за границу. Он отметил, что некоторые страны заявляют уже о снятии карантина. Так, например, Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля. Да, господин Мишустин сказал следующее. Прошу наших граждан не торопиться. Да, в борьбе с коронавирусом достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж, лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. Простите, пожалуйста, слушать высказывания наших больших чиновников становится с каждым днем уже даже не смешно. В этом же заявлении он, кстати говоря, отметил, что с 1 июня во многих регионах возобновят работу в санатории, правда, те, у кого есть медлицензия. Медлицензия. Я что хотел сказать, я напоминаю, что даже Китай, откуда вся эта бяка пошла, чуть ли не месяц назад сам закрыл границы с Россией. И начал строить больницы инфекционные на границе. Абсолютно, потому что давным-давно вся коронавирусная инфекция у нас внутренняя. Как раз, может быть, полезно будет свалить отсюда, чтобы не цепануть ее в более благополучные страны, которые раньше пик эпидемии прошли. Вопрос, что ни у кого нет денег, господин Мишустин. Не переживайте, никто никуда не поедет. Ну, не надо. Да, да. Еще посмотрим, какой курс евро будет скоро. Я пока еще мечтаю. Вчера вон читали, ребят, обращали внимание, телевизор, естественно, не рассказывал. А цены на газ-то, которые привязаны к нефтяной формуле, с лагом там несколько месяцев по нефтяной формуле, считаются в... сейчас достигнут отрицательных значений в Европе. То есть мы будем еще доплачивать, чтобы газ у нас забрали. Вот замечательная житуха предстоит. Из хороших новостей для большинства, но не очень хороших для меньшинства. Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России сократилась на 10% из-за коронавируса. Это Виктор Кирюхин, главный эксперт аналитического центра ЦИАН нам сообщает. При этом госпожа Кирюхина добавляет, что средняя взвешенная стоимость 23,3 тысячи рублей в месяц по стране. Ладно, это ни о чем цифры. Самое любопытное, что, по словам специалистов, отмечена готовность собственников жилья делать скидки в размере 25-30% для своих квартирантов как минимум на срок пандемии. Хорошо, хорошо. Я, кстати говоря, ровно на 30% еще в апреле месяце все и снял. Для кого хочу? 9 лет снимаю, знаешь, в трудные времена надо идти в другую. Два мира, два шапира это называется. Один снимает, другой хочет сдать. А ты вот на сколько, кстати, сбросила? Да не на сколько, я не успела ее сдать. Так она в рынке сейчас стоит пустая. Отдай мне за квартплату. Че она стоит пустая? Отдай за квартплату. Сейчас я микрофон выключу и скажу все, что я... Квартплата плюс 3 тысячи. Чичас. Давай мы прямо вот быстро договариваемся на год вперед. Плачу за год вперед сразу. Нет, слышите, слышите? Грузинский князь. Ну ладно, сиди, вот и сиди без денег, что я хочу сказать. Я как тот таксист, который, понимаешь, за 300 не поедет, будет бесплатно стоять, потому что хочет ехать за 500. Ну знаешь ли, лучше один раз за 500, чем два раза по 300. Пробег меньше амортизации. Вот поэтому я тебе квартиру и не сдам, понимаешь? Хорошо, ну смотри. Так, что еще любопытно? Вы рассказываете про... Рогозин еще у нас. Рогозин. Рогозин гениальная история. Я напоминаю, что завтра большое событие в Гридиот, и дай бог, просто по-человечески удачное в мире космонавтики. Фактически такой новый этап. Первый полет частного... пилотируемый полет частного космического корабля. Завтра в 23.33 по Москве. Смотрите SpaceX.com. Обязательно прямая трансляция запуска суперсовременного Crew Dragon 2 корабля Маска. На этом заканчивается наша монополия на рынке космических пилотируемых запусков, которые с 2011 года, то есть 9 лет мы возили космонавтики. За это время место на нашем старом-старом, фактически Королевском, ну пускай сейчас просто с компьютерами, Союзе выросло, представляете себе, с 20 миллионов в 2011-2012 году до 90 миллионов сейчас. Это к вопросу о том, как мы с нашими партнерами тоже обходимся, когда у нас есть возможность монопольно диктовать условия. Так на всякий случай. Тут даже обсуждать нечего. Представьте себе, в 4 раза. Да, друзья, посмотрите завтра видеотрансляцию запуска, а в четверг у нас на связи по скайпу будет авиаэксперт Вадим Лукашевич. Подробно с ним обсудим. Целый час мы будем обсуждать, естественно, это событие, которое вы сможете накануне посмотреть поздно вечером в прямом эфире. Не только это. Потому что, естественно, Рогозин, как опытный политик и популист, решил сыграть на опережение. И совершенно неожиданно накануне его большое публичное заявление прозвучало о том, что России необходимо немедленно начать, прямо сегодня же. Еще вчера. Начать работу над новой орбитальной станцией. В эфире Комсомолке он об этом рассказал. Значит, Россия, как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции. Я представляю, приходит он на Путину и говорит, Владимир Владимирович, нам срочно нужна новая орбитальная станция. И он такой, что? Понимаешь, важно же сказать сегодня, потому что через два дня грядет попец. У меня вопрос, что там с колонизацией Луны и с лифтом до Луны, который также обещал господин Рогозин? Да, об этом ничего не сказано. Естественно, мы тут же вспоминаем, что там уже довольно древние успехи. Напомню, что в отечественной космонавтике был успешный опыт в этом направлении. Программа «Буран». То, что было создано нашими великими предками, опередило свое время. «Буран» совершил посадку на аэродроме юбилейной Байконур, но потом ему не было найдено применение. Просто очень дорогие запуски, как и само создание. Даже американцы от шаттла отказались прежде всего, потому что он коммерчески чрезвычайно не выгоден был. А не потому, что было две тяжелых аварии с ним. Также глава Роскосмоса отметил, что в ближайшее время решится вопрос о том, будет ли она посещаемой или обитаемой, международной или национальной. Техническая сторона этого дела должна быть начата немедленно. Послушайте, вот комментарий главы Роскосмоса. Техническая сторона этого дела должна быть начата немедленно. Это я в эфире радиостанции могу так высказываться. Но человек, который отвечает за космонавтику, видимо, не очень много в ней понимает. Ну вот. Короче, такая забавная станция. Мы обсудим наши перспективы космические в контексте просто тотальных успехов американцев, которые ушли уже недосягаемо вперед. Да, на этом фоне под видеотрансляцией на канале в Ютьюбе пишут, вот Ксения нам написала, ха, Рогозин, у нас в Тверской области бобров побуждают к строительству платьев. Витя, это серьезно. Ты заходишь в Яндекс, а там написано, что бобров привлекают в Тверской области для борьбы с торфяными пожарами. Да, ребят, ну, мне кажется, мы уже вошли в такой конкретный пике идиотизма наших ведущих чиновников этих публичных высказываний. А есть куда более серьезно. Ну, нет, есть чемпионы вообще по этому делу, до которых нам далеко. Это Северная Корея. Ты возьми пока звоночек последний, последний звоночный. Последний звонок. А я покажу короткую информацию про Северную Корею, которая, конечно, славится своими потрясающими историями и мифами вокруг удивительных способностей их лидеров. Ну, нет, Кима нет Кореи Северной, я имею в виду. Вы знаете, это мы у них как бы слямзили этот тезис. Так вот, в Северной Корее, значит, на днях произошло невозможное, ребята, одна из крупнейших газет страны, ну, основная, Родонг Синмун, признала сквозь зубы, очень нептекаемо, правда, это сделала, но тем не менее. С формулировкой вполне возможно, что может быть и да? Да. Нет, нет, да и да. Что Ким Ир Сен, отец-основатель северокорейского государства, человек, от дня рождения которого ведется летоисчисление Северной Кореи, я напоминаю. Более того, Ким Ир Сен является, Северная Корея, это единственная, я напомню, некрократия мировая. Где Ким Ир Сен является бессменным, бессмертным президентом страны. Насколько я пойму, именно так звучит его титул. Так вот, все-таки при всех своих удивительных способностях, как и все кимы, Ким Ир Сен не владел техникой чук-чбоб. Буквально складывать пространство, или в переводе на человеческий язык, не умел телепортироваться. Дело в том, что согласно официальному мифу, который десятилетиями транслировался из телевидения, Ким Ир Сен использовал технику телепортации для уничтожения японских захватчиков во время Второй мировой. Я расстроилась. Есть куда расти? Я не знаю, честно тебе сказать, как жить после этой новости. В нашей пропаганде есть куда расти. Мне кажется, длинные руки правительства Северной Кореи должны в срочном порядке разобраться, кто возглавляет это либеральное, не побоюсь этого слова, издание, которое явно работает на врагов. Абсолютно. Так, что пишут про последние звонки? 730-101, телефон прямого эфира, пока нам пишут про Рогозина и МКС. Мы уж такими лидерами были в создании МКС, не правда ли? Особенно с учетом цены вопроса и тогдашнего состояния наших финансов. Это комментарий от Вадима. Я напоминаю, что в МКС участвует 6 стран. Соответственно, 3 основных участника это Япония, Россия, США. При этом основные затраты несут американцы и японцы. Мы в 2 раза меньше американцы платим. У нас порядка 35% по части техники, модулей и так далее, 35-40% в самой станции нашей. А по части финансов мы держим, по-моему, 15 или 20% уплачиваем. 15, если быть точным. Соответственно, есть еще Канада, кто-то из европейцев, я уж не помню и так далее. И, соответственно, мы, американцы и японцы, туда отправляем грузовые корабли. Накануне, например, HTB-9. Это японский грузовик, пристыковался, привез всякую еду и технику. И туда загрузят мусор и затопят тоже в океане. Только у американцев московский этот самый грузовик, который возвращаемый полностью. То есть он его использует повторно. 730-101, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Алло. Хороший звонок, интересный. Алло, здравствуйте. О, привет. Здравствуйте. Простите, задержка идет небольшая. Ой, это опасно. Купите тест. Хотелось бы, конечно. Вы знаете, наши детки назвали этот звонок «Зумок». «Зумок»? Потому что они через Zoom... Неплохо, «Зумок». Да, последний «Зумок». Они через Zoom все встречались, что-то там веселились, радовались. Они до этого сняли классный очень клип для школы. А не по одному, пока каждый по строчке, пел песню. И потом они все это собрали в кучу. Ну, было, на самом деле, очень забавно, потому что некоторые совершенно не умели петь, но очень старались. Это бывает, по себе знаю. Да, потом вечером, поскольку мы живем как бы, ну, в районе школы все, они... А вы где живете-то? В городе каком? Красноярск. А, в Красноярске, да-да. Так. Да, они вылезли в все окна. Кто-то к соседям пошел. Те окна, которые выходят на сторону школы. Как только стемнело, все начали запускать салюты, кричать, шарики какие-то. Ну, то есть было, на самом деле, так прикольно. Вот. И те люди, которые, ну, вот просто окружающие, они так радовались. Они хлопали в ладоши, там, что-то дети вылазили на балкон, кричали, там, ура, ура. Ну, на самом деле, классно было. Были поздравления от учителей, от наших, которые на сладкой школе еще вот, ну, совсем маленьких деток наших брали. Вот. От директора было такое душевное поздравление, что мы прям расплакались. Ну, вот как-то так это все душевненько прошло, и вот мы нисколько не переживаем в этом. Вот это такая память, это такой эксклюзив, потому что, ну, вот на нашей памяти это вообще первый раз в жизни, чтобы вот так вот все это весело проходило, и классно, и здорово. В общем, это как относиться? Это все зависит от отношений. Если вы сидите дома и грустите, то вам вообще никто ничего не поможет. А если вот так вот взяться и придумать, как можно весело это все переоформить в такой онлайн-режим, то можно и из ЭГЭ сделать прекрасную конфетку, которая всем понравится и поднимет настроение. Сложно не согласиться. Спасибо большое за этот звонок. Слушатели интересуются тем, как онлайн будет проходить день ВДВ. И будут ли разбиваться клавиатуры об голову? Во-первых, будут протечки, потому что нужно заменить фонтаны, а во-вторых, будет поломано немалое количество клавиатуры-мониторов. Плюс 7903, 7976, 333. Причем, более того, я советую в этот день супругам, девушкам, я имею в виду, покинуть на всякий случай помещение под любым... Идти нарушать карантин на улицу. Потому что клавиатуры будут в данном случае рушиться не о голову случайных прохожих в Центральном парке, а о вашу. Друзья, оставайтесь под серебряным дождем, у нас еще есть несколько минут для того, чтобы пообщаться с вами. Звоните, пишите. День ВДВ в удаленке, и еще запрещают продавать алкоголь, вот как сейчас. Вот это просто гибель идеи. Да что ж ты? Это святотатство-то какое-то. Нам надо это подумать, друзья, мы скоро продолжим. С приветом, Набутов. Ребят, напоминаю, что Николай Икальевич звонит, как всегда, у нас по пятницам с 9 до 10 утра теперь в рамках проекта «С приветом, Набутов». Я подготовлю дайджест главных общественно-политических событий недели, и мы, соответственно, будем обсуждать все, что происходит в стране и мире. А в следующем часе у нас независимый политолог Дмитрий Борисович Орешкин с несколькими интересными такими ключевыми темами последних дней. Я, кстати, если можно, с твоего позволения, отрываясь от последнего звонка, короткую историю мы тоже с Орешкин обсудим обязательно, потому что пройти мимо невозможно. Это удивительным образом ставший известный результат опросов ФСО, Федеральной службы охраны, результат которого в своем документе, докладе озвучивает омбудсмен по делам бизнеса Титов. Так вот, выяснилось, что они опрашивали предпринимателей, адвокатов, прокуроров, правозащитников и ученых-юристов о том, насколько безопасно вести бизнес в России с точки зрения взаимоотношений с правоохранительной системой во всех ее видах. Так вот, 93,7% опрошенных считаются, что это делать небезопасно, небезопасно вести бизнес. Это суммарно по всем 74%, а среди предпринимателей 93,7%. Значит, недоверие бизнеса к правоохранительной системе и судебной системе достигло абсолютного рекордных значений. Системного прорыва в решении проблем бизнеса в уголовно-правовой сфере в очередной раз не произошло. Резюмирует Титов. Следствие и суды продолжают арестовывать предпринимателей по делу и без. Оперативные мероприятия и следственные действия по-прежнему проводятся с изъятием документов и электроники. Какие имущества предприятий изымаются или арестовываются, в результате предпринимателей сообщили, что после уголовного преследования, даже если они оправданы, их бизнес был полностью или частично разрушен. Об этом заявили 84%. Потеряли репутацию 58%, здоровье 50%. Еще 34% сообщили о потере большей части активов, но при этом бизнес продолжал фунтациклировать. Да, вот такая вот чудовищная абсолютно статистика. Наши слушатели пока пишут вот сообщение от Вячеслава из Пермского края. Последний звонок онлайн, это, конечно же, наше ноу-хау. Но наши власти пошли немного дальше, так как в этом году неочередные выборы губернатора Пермского края. Так вот мы будем первооткрывателями в онлайн-выборы через госуслуги. Досрочные выборы будут по электронной почте или почте России. Ты знаешь, приходят нам и такие сообщения. С ограниченным возможностью махинации. Неважно, как голосуют, важно, как считают. К электронной системе, которая будет опробована, правда, не во всей стране, а в нескольких регионах. В том числе в голосовании по поправке Конституции, которые, судя по всему, там на 99,9% состоятся скоро. Так сказать, вот это, пожалуйста, рисуй, что хочешь. Пишут нам слушатели, которые застряли в Таиланде. Без поддержки и помощи находимся в сложной ситуации, а нам сказали, что рассмотрение отказа, видимо, будет длиться месяц. Как тебе? Отказа... А помощи люди написали? Ну, вообще, даже должны, по-моему, если были обратные билеты, выплачивать какие-то там ежесуточные компенсации небольшие. Пишите, друзья, мы следим за этой историей. Просто, чтобы хотя бы было там на что прожить. Дмитрий Борисович Орешкин через несколько минут появится в эфире «Серебряного дождя». Напоминаю, видеотрансляции на нашем канале в YouTube и плюс 7903-7976-333 для ваших комментариев. Виктор Намутов, Дарья Гордеева. Оставайтесь с нами.